Они этим занимаются, а нормально промышляют. Я в Армяне в гостях был, вот в Ростове. Потом, по-моему, Армяне, они уже в Ростовскую область обдолбили всю. Они сейчас в Воронеж, они уже разъехались в Ростовск, они там их долбят, страховеков. Причем посерьезно будут долбят, но нормальные суммы они там зарабатывают. Раньше машины били, катались они. Ну сейчас, короче, там какой-то били нового хуюша, короче, так тачку уже не, ну, пьешь я, но там нюансы есть какие-то. Не все так просто, потому что вскрылась эта тема, ну, прикиньте, купился Bentley за 2 миллиона рублей, там где-то в Подмосковье. И на что-то на 50 миллионов он набил за пару лет. А я посчитал, что машина, когда-то столько раз уже, а он ее бьет, потом берет, вы знаете, какой-то поликарбонент, какой-то полипластика какого-то. У него бампера, не то, что не родной, или поликарбонент, короче, у него не то, что, знаете, бампер, он не то, что не родной. Это просто, ну, сгусток пластмассы, сверху просто куда-то, как пластилин, были пеноформы этого бампера, и сверху закрашено очень сильно. Да они делают вообще это не то, что поликарбонент, из лапши быстрого приготовления. Не, ну то, когда у тебя есть на что лепить, а когда он вообще уже рассыпанный в дребезь, они его так склепляют, я же говорю, что я видео смотрел. Стеклопластик, поликарбонент. Что этот Бентли, короче, был бит уже на 50 миллионов рублей, вы посмотрите, на нем живого места не должно быть. Он бился столько раз, и самое любимое место у них кольцевая, там тяжело, короче, что-то доказать. Не, кольцевые какие-то, кольцевые, где кольцы круговое движение, они там подставляются под грузовик какой-то, который на него наедет, чтобы... Слепую зону. Слепую зону, и чтобы грузовик на него, да, наехал. Они вот этой ходью занимаются там. Они в Ростове, там же тоже в Ростове много круговых этих дорог, они обдолбили весь Ростов уже, уже все, в Ростове им дороги нема, им уже с вами страховикирят, слышь, да мы скоро будем мусора оплатить, чтобы они вас отстреливали, нам не выгодно, выгоднее платить, чтобы вас отстреливали, скотов. Чем говорит, вам бабки платить, страховики там взяли за голову, Воронеж, Белгород, они сейчас вот все подзвыков узнали, они все сейчас там долгают. А те, что остались в Ростове, те сейчас поедут по хату, хату, хату строят, долгают, хату строят, долгают. Если ты не у работяги воруешь, а страховиков разматываешь, то ничего страшного, плахте в руки только, да здравствуй, как говорится. Когда ты там у работяги в кармане лазишь, тогда да, а так, что бы не воровать так потихонечку, так можно. Это и порядочное, ничего такого там нет. Цыганой наркотиками там занимаются, расходы они везде. Так вы знаете, что это, Ваня, они подписали договор, короче, знаете какой они, сейчас объясню вам, короче, вся страховая, вся вот эта цыганва, табор весь их, ну, Росовский основной, барон подписал договор с губернатором, короче, Ростов, все вот эта коммунальная служба, шелтые жилеты, что убирают, это цыгане. Вы когда-нибудь видели, что цыганы работали? А я видел. Там, я это когда увидел, я говорю, как так? Ой-ой-ой, а что это, нормально. Говорю, как так? Он говорит, ну да, она цыганва работает. А потом мы поняли, почему они работают, потому что, понимаете, это сеть развернутых курьеров, которая тыкает закладки с наркотиками.